На камеру глядь Аудиофильский обряд Гейский бурят Давай послушаем Давай мыска Ну конечно Не жалуй Да-да Сейчас не поймешь, что ты на общем-то не слышишь Я не сорю Поксил Я построил наш дом и поймал Поксил Поксил Ой, да гна, сука, на сука. Очко, блядь, собаки пылесосят, как будто. Нет, нет, нет. Просто откровенно врет. Да. Просто лажа. Причем так же, как в наушниках 6 кг, так и этот, да? Да здесь вообще мразь какая-то торчит отвратительно просто. Ну 6 кг, это тот самый звук. Да там и шестерка, и выше, и восьмерка, потому что прям он очень-очень убого звучит. То есть, скорее всего, вот в этом туннеле, да, именно как бы и создается вот этот резонанс 6 кг, то есть, ну, блядь, я думаю, в это ухо только трахать вот маленьким членом очень. Вот это единственное. Причем китайский размер, вот как раз. Китайским, да, китайским маленьким членом трахать вот в это ухо. То есть у меня вариантов просто больше в голове не укладывается, для чего еще нужен этот девайс. Мини DSP. Тогда калибровочный файл нужен будет. Тогда нужно, не надо их использовать. Надо посмотреть, во-первых, обзор на них, где хоть кто-то на ютубах какой-нибудь отморозок еще есть, который этим занимается. Который скажет, что хорошие вещи покупаете. Да, 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 конечно, и скорее всего это будет хуй суй вынь вот какой-нибудь. Повинцы, хуй суй тяй. Вообще надо просто взять качественные наушники, записать, ну тоже музло какое-нибудь. Послать музло в наушники, затем снова послушать. Ну вот как мы сейчас делали с мониторами, только с наушниками. У меня, конечно, точно такой же фиг был. Тем более, что РМА показал, что это 6 кГц. Это даже дикий, просто невменяемый какой-то... Нету бинуралки-то никакой. Нету вообще. Ну я вот не ощущаю. То есть, ну как бы есть панорама там лево-право, но вот чтобы ощущение, что сзади... Но опять же это в наушниках надо слушать. У меня есть, кстати, реально небольшой эффект. Это отражение. Что, давайте хальт. Сейчас такой же пакетик был. Что ты почутывал? Местами был эффект, вот когда он как бы вот мимо левого, там правого уха когда уходил он назад. И когда я чувствовал вот этот переход, у меня сохранялось позиционирование сзади. У этого не работает вообще никак. Это эффект не давало вообще никак. Неа. Неа. Ну мы просто... Не, ну мы хуёманы. Девочка в том, что твое сознание на основе того, что ты заранее знал, что ожидать, оно достраивало. Это сознание достраивало. Я тебе просто сейчас предлагаю надеть наушники и разницу почувствовать. Да я понимаю, да я слышал эту запись. Я просто здесь не слышал, на колонках. Вообще нету того эффекта. Он отсутствует напрочь. Он есть, Мишанин, но он совсем... Ну он уничтожен. Ну он... Это я тебе говорю, это подсознательно, ты просто достраиваешь. Просто надо именно в определенной точке стоять, чтобы... Я в какой-то момент просто ощутил звук сзади, вот и всё. То есть у меня сознание автоматически... Это же я не специально делаю, я просто говорю то, что я почувствовал. Да, да, да. Оно так и работает. Просто на этой хуйне сейчас, если её поставить запись, надо какую-нибудь... О, у меня, кстати, спички есть, например. Давайте замутим. Ты ближе дальше ещё момент проработай. Синхронизация. Дальше. Блядь, он тихий пиздец. Давайте... О, Маракас же есть, господи. Вот и удаляй. Всё, давай. Мерзота. Попытка номер два. Попытка номер два. Тихий пиздец. Тихий пиздец. Тихий пиздец. Тихий пиздец. Тихий пиздец. Хватит. Всё, хватит. Сейчас мне кажется, что она вам высвернит ухо. Этот высокий, там высокий, все высверлит. Ну, блин, надо просто сверло-то этого. У них-то нормально, но уж у них задира этого нет. Бед по ушам. Ну, боль у него с жопой крови. Бедная грудь. Ну, локализации почти что нету. Не, вообще. Такие вот пироги. Не, вообще, ну, я, блин, сказал же заранее. Ну, блядь, кто инженер-то, ёпта, с этой технологией работавший? А вот та запись, которая с этой, с деревянным коробком, она на бошку сделана, на ноемовскую, да? Пожди, пожди, давай спички я включу и проверишь, насколько эффект... Да, эффект оху... Но он же говорит... Сейчас, сейчас, она будет. Это понятно. Не, ну, извини, блядь, ну... Понятное дело... Сразу, да? На, убивай. Держи. Что, это-то запись? А, ну всё. Конечно. Реально, как будто далеко, близко, да? Это же очень примитивная технология в физике. Я не помню, как зовут этого дядьку, который бенуральную эту тему открыл. Сейчас я найду тебе и расскажу. Так я же тебе говорю, как эта голова устроена, у неё даже нет ушей. Да. У неё, в принципе, нет вот этих ушей. А тут нет ушей. Вот экспериментально выявили, что уши не влияют. Не, ушные раковины не влияют. Влияют лишь... Ушной канал. Улитка. Да, ушной канал. Улитка ушного канала. Жаль, жаль. 6 килогерц. Да, он явно нелинейный, как заявлено на сайте. Это просто балабольство и враньё. Да, но всё равно покупайте. Все советую. Ссылочка в описании. Да, ссылочка в описании и подписывайся на канал. Лайки, колокольчики. А, на 6. Давайте теперь попробуем перевести другой эксперимент. Ну, как вы поняли, в студии бинуральная схема, она плохо работает. Либо проблема с туннелькой вот здесь вот. Вот здесь вот, вот здесь. Вот здесь вот. Вот здесь. Либо проблема неправильная конфигурация уха. Вот я не знаю, это женское ухо, это мужик. Вот какой дробен мужику, чтобы таким ухом был? Там салфетка прикрыта, заводская. И вот здесь вот так же. И вот здесь вот эти навушки тоже салфеточные. И обычно оттуда какая-то жижа закрывается и всё, и ни крана не слышно звук. Так вот, чтобы не появится проблема, надо вот эту перекись водорода 3% туда налечь. Вот сюда. И вот эти штуки потом вот так вот приложить. Полчаса там, или там 2 часа. Ну, я в данном случае вообще целый час. А потом туалетную бумагу вытерять. Давайте попробуем сейчас собрать и туда воткнём. И сравним, что вот он слышит, китаец. И что я услышу. Там что, серные пробки какие-то? А, там микрофон. Мне прислали упаковку. Это тоже самое. Сравните, как выглядит славянское ухо и китайское ухо. Лично, по моим ощущениям, втерно вот это вот. Вот именно вот этой нижней части. Оно очень твёрдое. И вот это вот тоже очень твёрдое. Напоминает на что-то там такое. Что такое? Ну, здесь какая-то вообще безумная дыра. А вот тут вот как бы более правильная дыра. А вот тут посмотрите, что пришлось делать, чтобы делать более правильное соотношение трубы. Чтобы создать 2 кГц. А здесь углубления почти нету. То более высокая частота получается. Вот таким образом делать. Тут микрофон посадить. До какого уровня надо? Ещё вторая проблема, что возникла, когда я начал измерять вот эти наушники. Правило такое, что здесь должно быть тонкое. А с этой стороны толстое. Оно как бы неправильно, понимаете? Ну, неправильно. Тут толщение. А тут как бы... Вот, я не знаю, как это... Это нормально, да? Вот так вот. Причём, если бирдинамик надеть, то нормально. Потому что у германцев голова робот. А как надеваешь именно русские наушники, именно такими толщениями, то здесь вот неправильно. То есть видно, что это китайцы скоммунилили именно с робота. Германский робот. У них там бошки все абсолютно квадратные. Ну, вы знаете, да, Майнкрафт. Это от них, скорее всего, пошло. Вот и вот это они сейчас дали. Чтобы нам сделать вот это правильным, вот эти наушники, нужно здесь выколопать. Взять ложку и выковыривать. Вот здесь всё углубление, это небольшое, повышенное. Здесь углубление. Я ни за что не пущу возможность вам показать, как эту штуку можно воткнуть в ухо. Давайте послушаем. Какая прекрасная сочетание вкуса и цвета. Тебе же нравится, да, как я это просовываю, эту штуку в эту дырку. Так. Вот мне нравится, вот когда я её так делаю. Потом вот так вот. Так, ладно. Давайте, всё, хватит. Очнись. Ну вот. Наушники. Наушники. Давайте послушаем. Громкость здесь небольшая. Вот видите, то, что я говорю, поднимается громкость. Звукоизоляция здесь, наверное, хроновая. А это вот какое-то искажение, причём я помню, что усиди вот так вот много не даёт искажения. Скажите вот это по микрофону, потому что капсуля очень маленький. То вот такая чеха получается. Высокие что-то вообще бы завалено, хотя я слышал высокие вот. Но вот не знаю, насколько это должно быть громко. Мне кажется, что побольше должно быть. Теперь вытащу наушники. Ага, вот высокие. Я заметил, что мне нравится, когда наушки немного вытащены, там хотя бы не так сильно бубнит, низкие частоты. Опа. А так уже всё, дыра образовалась. Низкие проваливают. Я пробую вставить медленно. Вставляю, вставляю, ещё, вставляю. Вот, всё, вакуум. А так дыра сама выпала из-за этого оттуда. Ага. Ну всё, ясно. Это были Сони. Теперь попробуем Панасоник. Видите, какая дыра и какая водитель дыра. Она вот туда вообще не просовывается. Когда выдавливаешь, то получается вот такая гармошка. Вот сюда вот продавливаю, и я уже вижу, что там гармошка образовалась. Ну это вообще как-то непонятно, как тут. О, да. Тебе приятно, да? Вот так вот, да? Тебе чуть-чуть поглубже или вот так? Как-то вот так, да? Вот так, да? Так, я потихоньку вставляю. Вот что-то похоже, да? День тоже проваливана. Высокий, как эти Сони, ещё синее, плотнее. Высокий ещё больше проваливают. Ещё плотнее. Вообще высокий ушли. На уши, где Panasonic, тоже самое. Много-много-много. Немного разбаланса, почему-то. Так же, как и Сони. Итак, я сделал уже график. Вот этот экран цветом, это то, что я слышу непосредственно прямо в ухе. Я отрисовал именно по частоткам. И почти похоже, как по микрофону. Здесь вот микрофон поднимается, но у меня тут как раз компенсирует провал. В принципе, да, что-то здесь похоже. И вот здесь подъём, и у меня тоже подъём. Ну а даже вот на низких частотах у меня плохо. А Panasonic у нас тоже вроде бы так. Здесь иногда слышал разбаланс, где-то больше, где-то меньше. Вот, в принципе, так и есть. То есть зелёное-белое, и тут белое-зелёное. Вот разбаланс. А так-то, в принципе, всё подает. Ну вот это, кстати, подъём, горб, я тоже услышал. И довольно неприятные такое ощущение. И на высоких частотах видно, что он уже завалюет. То есть Panasonic, вот Panasonic я бы поставил на втором месте, чем вот Sony. Sony вообще классная вещь. Они маленькие, компактные и в ухи влезают. Вот судите сами, соответствует ли тому, что я слышу, или то, что искусственная голова. Помните вот это видео наука ушная раковина, где Саша предоставил возможность замерить АЧХ, как у него получается, и плоский стенд. Мы увидим, что плоский стенд вот почти прямая, а ушная раковина с туннелькой, лабиринтом. Вот такая вот огромная дыра, 2 кГц. Ну, в основном, всё примерно так же. А теперь посмотрите, что у нас получается. Замерено моим микрофоном, который плоский стенд. И вот так вот, в принципе, соответствует тому, что я слышал. Там мало низких, средних, и много высоких. Хотя, в принципе, это здорово. Там очень много деталей на высоких. И высокие высредивают. А теперь, смотрите, что получилось на китайское ухо. 5 кГц выдавливает. Это просто ужас какой-то. Низкие частоты, вообще забавлено, потому что, видимо, где-то образовалась дыра. Он не может плотно прилегать. Уж на реку, она какая-то твёрдая. Высокие частоты, вот, обратите внимание, вот здесь вот, соответствуют к тому, что как у меня плоские стенды. В общем, одним словом, вот эта труба от 5 кГц, как-то ненормальна. По сравнению вот с этим, вот, именно 2 кГц. А 5 кГц, это слишком маленькая труба, получается. Лично у меня, вот, допустим, 2,5 кГц. А вот это, уж извините, ну это что-то, что-то хреново. Ну что я могу сказать? Ну, в принципе, прибор отличный. Хотя, что вы можете ожидать от китайцев? Ну, а если у вас руки растут не из задницы, не из плеча, а прямо из головы, китайские приборы и плюс российский, русский напильник можно делать офигенную вещь. Например, настоящий измерительный комплекс. После этого он найдёт своё прямое назначение. Какая жижа. Такая, такая, такое, знаете, такое ощущение, как будто это, когда ваша первая женщина предложила вам руку и сердце. Вот что-то вот такое похоже ощущение. Вот, видите, что-то я снял и отвинтил 4 винтика. Блин, у меня такое ощущение, что я сейчас разбираю женщину. Уплотнитель оконный. Я отвинтил 4 винтика. Давайте посмотрим. Почему-то сразу видно, что это синтетическое, а не советский хлопок. Так, а тут gain. Switch on, pin 4 don't. Значит, 0, 0, 0, 0, 12, 18, 24, 30, 36. 5, 3, 7, 4. А вот это что? Где-то бенопик, 16, F, 1, 8, 2, 3, что там? Я не знаю, что это такое. Посмотрю, это шит. Ну, в общем, моё дело было показать вам, каково это. Что это? Оно сломалось. В общем, давайте теперь в следующем видео я сделаю для женщины, как надо делать массаж. Так что, подписывайтесь и ждите в следующем видео. Специально для женщин. В следующем видео в Токер расскажет и покажет, как надо делать правильно, чтобы прямо по самой уши не пропустите. лично от Столкера.